Всем привет! Сегодня уже 7 августа Московская область. У нас стало прохладнее. Днём около 25 градусов. Ночь очень холодная, было даже 10. Но дальше передают плюс 15, плюс 18, поэтому хорошо. Ну и несколько дней нет солнца яркого, потому что идёт дождик. Но знаете, такой не проливной, а буквально до мокрой листвы. А я нахожусь в теплице, где выращиваю перцы и огурцы. И я видео снимала буквально неделю назад, перцы были практически зелёные. Вот стоило мне убрать укровной материал, спонбонт номер 17, убрать стену огурцов из первого оборота, и перцы сразу же начали окрашиваться. Причём массово. И сегодня у меня будет первый массовый сбор урожая. Вот такие перцы я уже срываю, которые окрасились там на 80-90%. Зелёные вот такие никогда не рву, потому что они вообще невкусные. А вот такие уже имеют и аромат, и вкус, и красоту. Массово прям вообще. Это получается у меня первый такой большой будет сбор. В этом году чуть попозже у меня перцы. Там смотрите прям жёлтые, хорошие. Я, конечно, срываю на салат и там пару раз фаршировку, но вот массово сегодня только буду. Огурцы, которые я уже высадила в третьем обороте, я показывала. Отлично они, смотрите, себя чувствуют. Вот уже всё в огурчиках. Пасынки в пазухах я, конечно, убираю. Буду стараться вести их в один стебель. Но мне хватает примерно вести их в один стебель до двух метров. Дальше они у меня уходят в свободное плавание. Эти огурцы я высаживала, конечно же, сюда рассада, снимала видео. А высевала я их пророчными семенами 8 июля. Выглядят они замечательно. Просто отлично. Эти огурцы ещё с первого оборота. Здесь по бокам, по одному кусту я оставила. Это который я обрабатывала, помните, двукратно вертимеком от клеща. И, ну, в принципе, мне казалось, что они не заболели. Но профилактику я сделала, потому что у меня в этой грядке, как помните, заболели огурцы паутиным клещом. Ну вот, хорошо они выглядят. Огурцов полно. Вчера буквально я вечером собрала их много. Огурчиков много. Листва все здоровы, отлично они выглядят. Сейчас прямо они массово так не созревают, как вот было в жару. Потому что ночи холодные. Отлично, по пять, по шесть огурцов с каждого куста я каждый день снимаю. Этого достаточно на салаты. Также лук сивок. Я сюда высаживала для зелени. Смотрите, как она наросла. Вот неделя, сколько уже лука. Это здесь и кинза у меня. Разные виды салатов. Замечательно тоже все взошло. Поливаю я огурцы практически каждый день. Нет, сейчас вот когда похолодало, через день вчера пролила. Перцы давно не поливала. Вот сегодня у меня полив перцев. Земля очень сухая. И сегодня же после полива я огурцы буду подкармливать. Я вам показывала. Это мой биогомус. Буду добавлять туда костную муку, кровяную муку. И здесь еще нет у меня золы. Все это я смешиваю. И вот здесь под огурцы я это все подкладываю. Чуть-чуть смешиваю с землей. И такая у меня подкормка. Также я уже их подкармливала гуматом калием. И буду еще покупать жидкое удобрение конский навоз. Ну, в таких 5-литровых бутылях я вам показывала. Тоже для подкормки огурцов. Зеленое удобрение я уже свое не делаю. Вот. На такой вот момент выглядит так теплится. Я думаю, все хорошо. Конечно же, дверь я сейчас закрываю. Особенно на ночь. Утром я могу оставить вот такой проход. Чтобы было такое небольшое проветривание. Душно очень. Окна автоматически не открываются. Потому что холодно. Механическая тоже у меня открыта. Всегда и ночью. Так что я сегодня буду делать большой сбор перцев. И закрывать лечо. У меня есть такой отличный рецепт лечо на зиму. Самый простейший. Но он самый-самый вкусный. Я его уже готовлю 3 года. Кто бы не пробовал это лечо, все говорят, что это очень и очень вкусно. Я беру красный и желтый, чтобы красивое получалось. Постараюсь вам снять видео и выложить его. Самое простейшее. Мало того, что самое простейшее в приготовлении. И самое простое в ингредиентах. Там практически ничего не нужно. Перец и томаты. Но это я постараюсь снять видео. Пойдемте, я вам еще покажу томатную теплицу. Опять пошел мелкий дождик. Это стеклянная теплица. Растут высокорослые сортовые томаты. Идет сбор урожая массовый. Сегодня уже с утра сделала 8 литров сока. Это мне понадобится для приготовления лечо и для аджики. Все выглядит очень хорошо. Растения здоровые, слава богу. И с сегодняшнего дня я прекратила полностью полив томатной теплицы. Все здесь сухо. Чтобы не было лишней влажности. Два механических окна постоянно открыты. Автоматические окна сейчас закрыты, потому что холодно на улице. И, конечно же, входная дверь никогда не закрывается ни днем, ни ночью. Единственное, что на ночь я укромной здесь немножко натягиваю, чтобы чужие животные здесь не ходили по теплице. Здесь только свои, видите, обеденный сон. А так все очень-очень замечательно. Томатная теплица. Вот сейчас я смотрю, а у меня томат там упал. Только заметила. Утром еще все было нормально. Но, по-моему, он не сломался. Все хорошо. Нужно будет подвязать. Как-то спрашивали и говорили, что вот эти веревки, бечевки, да, вот они натуральные. Я их, когда теплицу убираю, томаты, вот эти все растения вместе с бечевкой срезаю и выбрасываю на компостную кучу. Я никогда веревки не оставляю, чтобы они здесь висели всю зиму. То есть при уборке теплицы я срезаю все, и даже вот эти веревочки. А так как они натуральные, они перегнивают также в компостном ящике, и все хорошо, да. И говорят, что они очень удобны, потому что они рвутся. То есть они не выдерживают нагрузку томата и начинают обрываться, томаты падать. Я хочу вам сказать одно. Покупайте просто качественную бечевку, чтобы была она не в одну ниточку, а в 3-4 нити сплетено. И тогда нить у вас будет хорошо держать томат и урожай. Конечно, можно ее купить в фикс-прайсе. Знаете, не знаю, сколько она там, 10 рублей, наверное, стоит. И подвязывать. Она, конечно, у вас через неделю оборвется, и у вас здесь все посыпется. Покупайте хорошую нить, и ничего обрываться у вас не будет. Это очень удобно. Срезал стебель вместе с ниткой. Ничего здесь не висит у вас. Теплица вся чистая, и все хорошо. Засняла вам теплицы, как на сегодняшний день выглядят растения, как я за ними ухаживаю, какой у меня на данный момент урожай. И сегодня буду снимать для вас рецепт наипростейшего и наивкуснейшего леча. Всего вам самого хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok